Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем работу над нашей кошкой. Получится вот такая кошка или вот такая кошка. В общем, у кого какая кошка, получится и вы мне пришлете, покажете. У меня получилось уже две. И из-за того, что у меня кусочек видео не записался, я вам на вот этой кошке буду еще показывать какие-то моменты, как ее красить, как красить зубы, глазки, ну буквально чуть-чуть. Основная работа у нас шла с вот этой кошкой. Что нам сегодня понадобится? Нам понадобятся краски Пебео или Амстердам. Вот какие, вот Амстердам я вот такие маленькие использую, а Пебео там побольше, и я их редко уже покупаю, потому что мне столько обычно не нужно. Вот желтый, красный или мадженто, коричневый, черный и белый или бежевый, слоновая кость. Вот, также нам обязательно понадобится лак, чтобы закрепить это все. Можете взять Тамия или Мистер Суперклир, я про них потом в конце видео расскажу. И чтобы взять глянцевые глазки, носик и зубки, можете взять вот такой вот Ревел, такой лак, либо можете взять двухкомпонентную эпоксидку. Значит, тут у меня есть, это ее первый компонент, тут ее второй компонент. Ну, также вам, конечно, понадобится водичка, салфетки и кисточки. То, что я говорила, самые простые, самые дешевые. У меня они довольно страшные уже. Значит, номер 0, 8 и, возможно, 3. Вот 0, самая тоненькая. И троечку еще вам покажу. Вот она моя страдалица. Видишь, видите, Пинакс Креатив называется. Вот, ну что, поехали. Вот, смотрите, сейчас я буду красить. И обычно я, конечно, это все делаю под Фином, потому что иначе тем способом, как их крашивают, очень долго все сохнет. Вот какие краски будут использоваться? Всего, скорее всего, будет 4 краски. Значит, мне очень нравятся краски Амстердам. Я их покупаю в маленьких тубах, они есть и побольше. Но я беру в маленьких тубах, потому что, ну, у меня очень небольшой расход краски обычной на игрушку. Вот, значит, здесь у меня какие цвета? Не знаю, кстати, какой-то цвет. В общем, это такой красный, с коричневым смешанным. Вот, у него потом красный. Потом есть такая Маджента. Это Армин на нем написано. Есть титановые белье. Титаник Уайт. И еще есть очень хорошая фирма, называется Пебео. Вот эти Пебео, они, по-моему, испанские, тоже очень хорошие краски. Не выцветают, не выгорают. И вот эту банку я очень давно купила. Это цвет Sunflower. И это такой классический ярко-желтый цвет. Он как желток у хорошего яйца. Вот. И кисть, к которой мы будем накладывать в тон, это самые дешевые краски, то есть кисточки, которые я беру, потому что открыла очень быстро кисть, портится, и нет смысла нижние слои краски, вот тон и тени накладывать чем-то японскими, дорогими кисточками. Вот самые-самые обычные кисти, размер 8. Первое, что я буду делать, я буду накладывать тон. Вот я немножко налила уже краски, выдавила колечневый и красный. И сюда еще чуть-чуть понадобится желтая. Вот. Значит, после этого я беру, и мне нужно довольно много воды. Сейчас я это все смешаю. И вот тон у вот этого нижнего нашего слоя, да, у него будет такой оранжево-коричневый, потому что я буду делать коричневую, не коричневую, рыжую тыковку. Вот. Значит, как мы это делаем? Довольно много воды. И просто вот так покрываем всю поверхность тыквы. Тут не обязательно нужен фен, потому что каждый слой такой краски, когда очень сильно разведено водой, ну, он долго сохнет. Под феном, конечно, все быстрее. Ну, еще не всегда холодно, под феном как-то руки все время в тепле, приятно, особенно пока в октябре у нас нет еще отопления в Москве. Ну, такая история. Вот, но пока я не хочу вам уши ваши мучить феном, просто покажу. Значит, вот, когда заканчивается водичка, то мы просто еще раз все замешиваем. Можно, конечно, сразу много замешать, но я не знаю, мне лень. Мне легче просто быстренько еще раз кисточкой все смешать. В общем, прокрашивайте сразу все, потому что это самый-самый нижний слой краски. И вот такого цвета можно смело красить. Ну, зубы, скорее всего, красить не надо сейчас пока, но вообще все можно красить вот так, потому что область зубов у нас, это область, где мы будем накладывать тень, теневой слой краски. И поэтому туда в любом случае что-то еще пойдет. Так что зубы пока можно не трогать. Пока вот красим голову. И, конечно, ножки, лапки все тоже будет покрашено. Черенок можете пока не трогать, потому что черенок будет либо серый, либо коричневый. Ну, в общем, он пока нам не обязательно его что-то с ним делать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И также их покрашу. Значит, точно так же я им наложу сюда краску. В общем, все то же самое надо сделать с лапками. И они должны быть одинакового цвета с головой. Ну, разумеется, потому что... Ну, вы поняли. Вот. Значит, когда я делаю лапки, то мы будем с вами накладывать тень. Я включу снова и покажу. Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Следующее, что мы делаем, это тени. Для этого я беру вот такую страшненькую кисточку. Это номер... Номер у нее 3. Вот. И ею мы точно так же берем побольше водички. Наверное, только коричневую краску. Вот она такая. Вообще, если вам хочется, и у вас она есть, то вы можете либо смешать ее с черной, либо взять темно-коричневую. Вот даже можно... Давайте смешаем ее с черной, чтобы вам не покупать... Ну, вдруг у вас нет, я не знаю, два вида краски, то мы берем вот эту Ниро, да, Ниро, черную краску. Мы просто чуть-чуть смешиваем. Она не должна быть... Не должен быть супер темный цвет, потому что, ну, чем меньше вы черного используете, тем лучше. В общем, замешали. И все те места, в которых должна быть тень, мы их сейчас так слегка проходим сюда по ним. Тоже это довольно мокрая, мокрая у нас краска. И я тоже для нее обязательно сейчас включу фен, потому что иначе она будет сохнуть очень долго. А я, честно говоря, люблю быстро работать. Обязательно вот здесь, вот где глазки, нам нужно тоже дать чуть-чуть вот этого темного цвета, чтобы их выделить. Вот, и сейчас, я думаю, я еще и в пасть залью сразу вот этой темно-коричневой красочке. Сюда. Берем теперь пасть. В общем, для пасти нужно ее побольше. Можно красненького еще сюда добавить, а можно и не добавлять. Вот, видите, прямо вот не стесняюсь, потому что сверху у нас будет сухая кисть, и под сухой кистью вот все вот эти вот места, которые сейчас у нас куда-то не туда вылились, как-то неудачно получились, она скроет. Сложно разговаривать, когда я работаю, потому что, ну, я здесь сосредотачиваюсь, и поэтому, поэтому я молчу. Вот вокруг нос, конечно, тоже нужно выделить вот здесь коричнево-черным. Все это скроется. Ну вот, плюс-минус. Пасть хочется мне еще залить чуть-чуть коричнево-черного и даже, наверное, красного. Все же это пасть. Поехали. Польше, больше, больше. Вот так. Ну и в уши, конечно, тоже этой же вот красочке. Это же кошечка, у нее должны быть розовые ушки. Может, там кожица просвечивает, по идее. Так, смотрите, чтобы уши там залилось как-то как надо. Они не только... Потому что если ухо у вас, ну, такой большой кратый, то, может, краска не пролится до конца, она должна быть везде. То есть не должно быть вот этих лысых мест. Ну, вот как-то так. Не считай того, что я совершенно забыла про ее спину. Ну, вообще, смотри, справа. Так, по спине. Тут у нас все получилось коричневое, здесь получилось красное. Ну, ничего страшного. Это тени. Они будут внизу под краской. И нормально. Значит, еще раз здесь везде проходимся. На счет бугорков, значит, вокруг них ничего уже делать не надо. Потому что, и так, они у нас выделены под тенью. Они у нас лежат. Так, еще немножко. Еще немножко здесь уши. Вот. И это теперь должно сохнуть. Значит, пока у нас вот эта красочка сохнет, берем и то же самое делаем с кончиками лап. То есть, лапки, как у лисички, знаете, черные, да, на конце. Вот здесь мы то же самое сейчас с ними сделаем. Они будут темненькие. Но, конечно, под сухой кистью все не будет вот так вот выглядеть. Ладно. Откладываем ее сохнуть. И черенок тоже держим. Нужно будет прикрасить, но он будет более интенсивного колесного цвета. Это сейчас я вам покажу. Вот. Так вот мы прокрашиваем лапки. Вот так. Все четыре. После этого я включаю фен, чтобы все это быстро высохло. Потому что можно еще чуть-чуть добавить коричневого. Вот. Вот теперь нам нужно покрасить черенок. Для этого мы берем черную краску. И можно чуть-чуть ее смешать с коричневой, да. И просто его точно так же много водички, мало краски. Прокрашиваем. Прокрашиваем. Если чуть-чуть выйдем вот сюда, ну ничего страшного, конечно, чем аккуратнее вы будете красить, тем лучше. Но если уж такая беда случилась, то это сработает как тень. Ничего в этом такого катастрофического нет. Вот. Это у нас получается, что для черенка это нижний цвет. Он у нас одновременный тень и цвет. То есть с черенком мы ничего больше такого не будем делать сложного. Ну просто вот коричнево-черным один раз буквально мы пройдемся. Сейчас это все высохнет. И дальше мы будем работать уже с сухой кистью моей любимой, которая нам даст теням проявить себя. И вот у меня чуть-чуть, видите, случилась вот такая штучка. Ну ничего страшного, я могу ее замазать кисточкой. Так вот. Окей. Все. Это мы теперь даем этому всему высохнуть. Это под феном буду делать. И дальше будет сухая кисть. Теперь моя любимая сухая кисть. В общем, в чем суть метода? В том, что кисточка должна быть идеально сухой. Она должна быть просто без капли воды. Когда мы начинаем красить. Значит, что я здесь беру сухое чистое место и смешиваю. Я думаю, что для этой куклы я возьму армин, да, красненькую, розовую-мажентовую. И пришла моя кошка. Сейчас я ее выгоню. Так, сейчас кошка я разобралась. И вот этот мой хороший, красивый, желтый цвет. Очень смотрите на глаз. И вот здесь краски понадобится много. Мне обычно ее нужно много. Потому что она должна быть... В общем, ее должно быть немного на кисти. Иначе это все будет размазываться. Вот сейчас у меня все руки будут грязные. Прошу за заранее прощения. Ну, вот так вот я работаю. Посмотрели. Здесь немного краски. И начинаем ее легким-легким движением руки. Вот так вот растушевывать, размазывать. В общем, вы можете понять, почему у меня очень быстро портятся кисти. И почему я часто их покупаю самые дешевые часто. Потому что вот это вот кисточке прижать очень сложно, конечно. Потому что она, ну вот буквально месяц, пару, тройку, недель со мной. После этого она говорит, что все. Мне пора на пенсию. Я иду и покупаю ей замену. Ну, смотрю это видео, понимаю, что здесь особо не видно, что я делаю. Ну, то есть результат, да, действием их. Но я вижу уже, как проявляются вот все вот эти вот нижние, да, где у нас были тени, они начинают проявляться. Я не советую сюда добавлять белый цвет. Мне кажется, что я раньше экспериментировала с белым цветом. И, ну, как-то вот не очень оно хорошо получается. Наверное, мы белый, и хоть я его и заявила, да, вначале, что он у нас есть. Может, мы его используем, ну, вот буквально для зубов чуть-чуть. И то, по-моему, вот такой тыкве очень подходит желтые зубы. Поэтому, может, они даже у нас будут не чисто белые, а такие белые с желтым. В общем, это, как и все остальное, не самый быстрый процесс. И я, наверное, вот вам показала суть техники, да, и дальше, 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 дальше. Дальше просто вот так вот надо сделать и с ногами, и с головой доделать. Так вот, если очень много, то смазываем сюда, убираем. Дальше просто вот так вот. Дальше просто вот так вот. Дальше просто вот так вот. 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 Когда мы доделали, значит, нашу сухую кисть, мы имеем плюс-минус вот такой результат. К сожалению, все, что я записывала дальше, начиная с того момента, у меня на прошлой кототыкве не записалось, и поэтому я вам на новой кототыкве все сделала, что мы делали с вами в предыдущий раз, и дальше покажу, значит, как сделать глазки, нос, черенок докрасить. И что у нас еще осталось, вот, в общем, что нам осталось докрасить, уши, черенок, нос, зубы и глаза. Вот, потому что лапки и голову мы, ну, основное все делали, осталось только, значит, поработать над деталями. Начнем мы с черенка. В общем, как видите, черенок уже у меня имеет какой-то цвет, и я думаю, что сверху я хотела бы, чтобы он был серым. Для этого я смешиваю черную краску, и вот здесь я взяла не белую, в общем, она более кремовая, но можно взять белую, это без разницы. И опять у нас совершенно сухая кисть, я не добавляю воду, и, наверное, даже одним заходом как-то затонирую наш черенок. Вот, мы смешиваем на сухую, без воды, сухой кисточку, кисточкой черную-белую краску, лишнее я сейчас отряхиваю чуть-чуть, вытираю, и начинаем точно так же, как мы окрасили всю тыкву, вот такими легкими движениями, значит, проходиться по черенку. Если краска заканчивается, то просто набирайте ее еще немножко. Вот, эта краска без воды, она очень быстро сохнет, поэтому, если у вас большой объем, который вам нужно закрасить, то нужно все время смешивать заново, да, а если небольшой, то нормально. И вот здесь, по низу, я, наверное, еще вот этой же кисточкой добавлю чуть-чуть темного, да, черного цвета. Вот здесь я уже воды возьму побольше, и просто ободок ему сделаю вот так, чтобы здесь показать, что здесь у нас тень. Вот, ну, как видите, сухая кисть работает и на больших участках, и на маленьких. И на маленьких участках это, в общем, такая техника, которая, ну, в общем, вы можете запачкать все вокруг, поэтому лучше, конечно, брать кисти поменьше, но главное, чтобы было минимально и никакой воды вообще не было. Вот, в общем, плюс-минус сейчас это у нас досохнет, и с черенком, я думаю, я закончу. И следующее, что нужно сделать обязательно, это зубы, да, тоже у нас, ну, тут будет та же сухая кисть, и для зубов я, наверное, возьму желтый, потому что, ну, тыква как-то совсем белыми зубы не хочется делать, а желтенький будет криповый, и, в общем, плохо будет. Потому что просто тыкву я так и сделала, хотя это, к сожалению, не записалось. Здесь провернем то же самое, то же самое дело. Вот, видите, я беру тонкую кисточку, она сухая, растрепанная, для таких у меня не самых детальных работ. Вот, ну, сразу, из-за того, что она тонкая, получается только по зубам у нас проходиться. Ну, чуть-чуть мы задели, заделайте еще губы, но их в любом случае нужно будет еще закрасить, так что ничего страшного. Перекроются они сверху коричневым. Ну вот, в общем, с сухой кистью мы закончили. Видите, как раз, когда долго сохнет, она все еще мокрая. Значит, следующее, что мы сделаем, это нос. И для того, чтобы сделать нос, я возьму, смешаю немножко вот этого нашего красного армина. Возьму к ней коричневую добавлю. Вот так, коричневую. И сюда уже воды надо чуть-чуть побольше. Ну, не очень много все равно. Вот, получился какой-то такой темно-коричнево-красный оттенок. Здесь у меня какая-то капля черная. Откуда она? Ну, не важно. Вот, значит, берем и очень-очень аккуратно, самой тонкой кисточкой прокрашиваем нос. Вот, прокрасили нос. Я даже, наверное, чуть-чуть сюда добавлю черного, чтобы он был потемней. Вот, буквально каплю. Вот так. Такой вот нос. И кроме носа нам нужно еще сделать губы. Вот они губы пошли. Буквально чуть-чуть, не обязательно, чтобы здесь прям какая-то была сильная чернота. Помните, у нас там наверху их особо и нет. А внизу, где мы делали вот эти бороздики, у меня две такие одинаковые практически. И у них, ну, детали совпадают. Вот. И где у нас борозды, там тоже сейчас эти губки докрасим. Прямо где бороздики прокрашиваем губы. Вот. Как-то так. Если лишняя краска, можно ее кистью подснять чуть-чуть. Вот. Что нам осталось? Нам осталось сделать внутри ушей. И чтобы сделать внутри ушей, я что делаю? Я беру просто красный. Вот свой армин. Много-много воды. Можно даже немножко потемнее добавить. И просто вот так прокрашиваю. Так вот добавляю прям с водой побольше краску внутрь ушей. Пусть она там уж сама как-нибудь высохнет. Может какие-то будут разводы. И в принципе это ничего страшного. Прокрашивайте уши. Если они у вас так глубоко сделаны, как у меня. Прокрашивайте уши внутри тоже обязательно. Видите, сколько здесь осталось непрокрашенного. Надо это все доделать. Вот. Сейчас я опять включу фен, чтобы у меня уши поскорее высохли. И останутся там только глазки. И мы закончили. Это глаза. И для глаз я взяла опять вот этот вот бежевый. Можно взять белый, потому что глаза внизу будут серые, а вокруг будет черные. Значит, что я делаю? Я беру черный, бежевый и смешиваю. Да, вот получается такой, ну, мокрый асфальт. Не знаю, серый цвет. Вот. И начинаем аккуратно прокрашивать эти глазки по кругу. Значит, старайтесь вот сюда не заходить. Это веки. Веки к глазам не имеют никакого отношения. Они не должны быть, ну, по цвету глаз. Хотите, веки можете прокрасить как-нибудь. Но то и так я их прокрасила таким грязно-розовым, красным. Но здесь я уж не буду этого делать. Мне так нравится. И здесь я вам главное хотела глаза показать. Вот. Значит, вот я положила нижний, да, слой вот этой серой краски. Глаза у нас будут совершенно спокойные. Вашим зрачком это еще просто делать. Вот. Они сейчас начнут подсыхать. Я им опять помогу феном, потому что, ну, иначе очень долго сохнет краска. Значит, мы положили, помокрее, помокрее положили нижний-нижний слой. Вот так. Вот, как видите, она под феном очень быстро высохла. Ну, конечно, это не есть, фена высохла быстро. И теперь я беру просто черный, тоже довольно мокрый. Делаю ему круглый зрачок. Все очень просто. И вы прям, когда будете красить, увидите, по волшебству у вас кукла сразу становится как живая. То есть эти черные глаза, особенно краска пока не высохла, она блестит черная, мокрая. Прям, оп, и он выживает. Это наш кот. Так, и с другой стороны нам точно так же надо сделать еще один зрачок. Если вы не хотите глаза серые делать, конечно, вы можете этих желтый, розовый, там, зрачок побольше, поменьше. Я не знаю. Ну, сейчас у меня какой-то период, когда я всем животным своим, кому раскрашиваю глаза, у них у всех почти вот такие глаза. Мне очень нравятся большие черные глаза. Вот. И самая серединка у нас должна быть как можно более темная, потому что это где у нас срачок. Срачок это отверстие, он не отражает цвет, он черный, в общем, как-то так. Вот, в общем-то, с глазами все. Значит, что у нас получилось, что у нас есть голова и лапки. То есть нижняя и верхняя. Я их не снимаю с зубочистки, когда я заклириваю, ну, лаком покрываю, потому что, ну, так они ни с чем не будут соприкасаться. Если вы их на что-то положите, уже получится хуже. Так что я рекомендую также оставить вам на зубочистках, во что-то воткнуть, например, кусок пенопласта или кусок пластилина, не знаю, во что-нибудь. Потом уже завачивать. В общем, это все. И теперь осталось поговорить про лаки. Значит, какие у нас есть лаки, чем я пользуюсь? Я пользуюсь двумя лаками. У меня есть лак, который называется Мистер Супер Клир. И он с UV-катом. Это значит, что... А, флэт, значит, он матовый. И вот этот UV-кат, он чуть-чуть подороже, чем без него. Но тем есть плюс, что он не пропускает ультрафиолетовые лучи. Аж кукла, аж краски лучше защищены. И второй вид, тоже неплохая, японская, для моделистов, для пластики, как вы видите, да, для полимеров. Матовый лак – это Tami Color. Они оба продаются в Москве, ну и вообще по всему миру, разумеется. И вот это TS-80, да, TS-80. Его совершенно flat-cleared, значит, что он прозрачный, матовый. Вот эти два лака я рекомендую. Единственное, нужно с ними очень аккуратно. Теперь для глаз. Для глаз, для глянцевых поверхностей, для носа, для зубов. Я предполагаю, что у вас, наверное, не у всех есть эпоксидная краска. Эпоксидная краска, это не краска, это гель. Вот, поэтому вы можете купить вот такой немецкий Revell. Он очень даже неплохой. О, кошка. Написано Far Bloss, значит, он бесцветный. Clear Gloss, да, значит, это бесцветный глянцевый лак. Он на водной основе, очень даже неплохой. Его, ну, в один слой вообще не царапается. Два слоя нужно дать ему посохнуть хотя бы два сутка. Последнее, о чем я хотела поговорить из лаков, это эпоксидка. Вот я сейчас пользуюсь Epoxy Crystal Plus. Это полимерная смола. Она состоит из двух компонентов. Вот здесь компоненты А и Б, они подписаны. Вот такая упаковка. Я ее буквально месяц назад купила, или два. Она стоит 690 рублей. Ее здесь очень много. Ее, ну, на глаза, конечно, это вам, может, ради одного раза не надо. Но вообще, здесь хорошие. Из нее делаются украшения вот такие. На ней написано, в каком соотношении надо смешивать. Для совсем уж, если у меня две-три кружки, я обычно, конечно, не беру никаких 9 мл. Все, все это делю и буквально по капельке смешиваю. Вот. И ее плюс в том, что ее очень сложно поцарапать. Она сухнет, кажется, долго, двое суток. Но зато она прочная. И в отличие от вот этого лака, она дольше, лучше прослужит. Намного дольше, намного лучше. Вот. Пока с этим всем. Значит, такую куклу я, скорее всего, покрою штами. Потому что клир с UV-катом у меня для моих 3D-моделей. Там такой материал, что его обязательно нужно защищать от солнца. Потому что здесь краски довольно хорошие. Эти вот Bebeo и Amsterdam, они не выцветают сами по себе. Вот. Ну, прошу прощения, что мне пришлось заменить модель для видео. К сожалению, не записалась. Все. На этом наша покраска закончена. После того, как вы покроете лаком бесцветным матовым, покроете глянцевым глазки, дайте подсохнуть. А новое видео уже очень скоро выйдет. Я вам покажу, как сделать выкройку и как до конца собирать нашу игрушку. Всем большое спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok